дорогие друзья сегодня мы попытаемся написать импрессионистическую работу что такое импрессионизм для меня это в первую очередь конечно плодман и это его легкость воздух натура открытая палитра то есть он мало делал смесей на палитре как он утверждает сам у него было очень мало красок выдавленных на палитру это желтая обычный кадмий желтый это киноварь кадмий темный кобальт изумрудный белила свинцовая у нас цинковая потому что свинцовых свинцов уже не выпускают промышленность ну вот и все и все хотя конечно немножко не верю в эту палитру слишком мало ну попробуем вот по поводу материала работаем с фото материалом опять же как клуба на говорим что я видел много художников которые работали в на тут с натурой в натуре и среди работ которые они делали было очень много работ плохих поэтому абсолютно все равно пишешь ты с натуры или с фотографией главное в конце значит был положительный результат ну вот приступим сегодня будем писать озеро кувшинки отражение лодки ну то есть то что подходит под его под большинство картин кода маны он написал свой пруд писал очень много раз значит искусствоведы говорят что существует 47 работ это кувшин кувшинки и пруд так называемые и половина работ называется японский мост потому что он сделал мостик на цену прудом у себя в саду ну вот примерно вот вот этими образами мы будем работать деревья отражения кувшинки лодки люди как стафаш то есть небольшие фигурки и все должно быть в мелких как бы масках и упрощенной палитре еще есть один нюанс маны работал долго у нас сегодня нет возможности по большому счету работать долго как клон маны поэтому задача усложнилась нам надо это все сделать быстро что значит долго работал он сначала делал подмалевок достаточно жирно и и светлыми тонами потом давал высыхать подмалевку когда подмалевок высыхал там оставалась как бы фактура и потом по этой фактуре уже более плотными тонами цветами он делал эти свои многочисленные разнообразные мазки у нас сегодня так не получится потому что надевать в раз и клон маны еще работал сразу с несколькими холстами как правило он сам об этом пишет и говорит что сразу стояла по 4 по 5 холстов подходил к одному потом подходил другому какой-то увидит цвет подходит к одному холсту и говорит я увидел здесь солнце оно должно быть вот таким и начинает работать с одним холстом предыдущий как бы бросает откладывает так здесь хорошо как бы фигурки по ритму здесь она чуть подальше ты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Ближе... Должна быть какая-то игра, да? На холсте... Добавляем желтый... Причем не сильно смешиваем... В основном все смешивается прямо на холсте... Кстати... Мане так и работал... То есть он брал... Один цвет... Другой стороной кисточки захватывал другой... Цвет... И на холсте они уже смешивались... В этом есть чистота... Импрессионистический подход... Именно в этом заключается... Продолжение следует... 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 Подмалевываем задничек... Опять же пытаемся сделать... Делать все... Теми... Цветами... Которые... Нам подсказал сам Клоуд Мане... Сверху... Мен day... А плови... Это изумрудная... И краплаг красный... Так, красиво... Что многие считают... Самому мне нравится... Фуфу! Фуфу! Так, ну здесь комментировать как бы проблематично, потому что ну вот мы делаем фон для того, чтобы потом уже подходить к детализации, проработке пространства. Так, цвета все те же. Кстати, я холст перед работой не смачиваю. Потому что тогда не будет вот таких вот просветов холста, а это очень-очень важно. Если посмотреть на работы того же Клода Мане, у него видно, что он работал по сухому холсту. И вот такие вот просветы он даже делал специально. А порой, я просто покажу, брал мастихин и делал вот такие вот штуки, чтобы они были, чтобы эти мазки были вот такие вот с точечками. Чтобы было дребезжание такое немножко нарочитое даже. Имя было ничего. Так. Очень посмотрите. Удаю в т 백신. Правда, сейчас я не наблюдаю. И sẽ потом заряд Unfortunately. Подписывайтесь на Sawyer,... ...ep Anda хочетterm買 espí Lucien. Удаю в plag. Плоды самый, сам и просвет. так импрессионизм приятен даже когда когда пишешь это немножко другое у меня уже был диплом по импрессионизм а 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 просто перекрываем пространство палитра по большому счету ограничен ну в этом что то есть на заднем плане впереди мы работали изумрудным задний план включаем гобаль голубой задний план включаем ог precio а отс PN и поздравим и bold ав а Так. Так, ну, трава, конечно, чуть посветлее и уже желтеньким. Потом мы это еще усветлим. Так. Так. Интересно, у Калдамоне вот мост, японский мост с телями. Много раз делал вертикали и горизонтали. Там, где вот кувшинки, листья, по многу раз проходил горизонтали разными цветами. А потом между кувшинок еще добавлял вертикали, чтобы они были жесткие просто. Потрясающе. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки вспоминаю, как написано в Кумане, потому что это в данный момент есть некое ему подражание. Ну и не только подражание, это в принципе и рассказ, как он писал. Кстати, уделял достаточно много внимания композиции. Композиция у него классическая. Ритмы продуманность в поле очень четкие. И даже есть серии картин. Ну, во-первых, знаменитые его кувшинки и мост японский. Там все четко зарифмовано. Во-вторых, его серия знаменитый Руанский собор. Там вертикали и горизонтали очень четкие и понятные. Композиция строгая, классическая. Потом у него есть серия тополя. Там вообще математическая строгость. Работаем кобальтом. Так, здесь в отражении тоже у нас пойдет кобальт. И делаем вертикали. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok темная может быть на видео будет казаться что-то или черный на самом деле нет это открытый краплак красный и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все остальное более светлыми тонами Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дырки деревьев на просвет Приятно добавляют Приятно добавляют задачу импрессионизма ДимаTorzok Эти всякие дырочки Нам они нужны Нам они нужны Точечки всякие Всякие точечки ДимаTorzok 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 так работаем этот желтый с берилами по суровому они смешиваются с фиолетовыми и зелеными на холсте уже все это нам выгодно это упрощает задачу так 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 да Кобальт. Сейчас работаем с Кобальтом. Ближе к линии горизонта больше Кобальта с белилами. Внизу там желтое в небе, да, мне надо, да? Так, кое-где здесь списываем тоже, работаем с Кобальтом. Кобальт. Кобальт. Теперь там надо в деревьях сделать такие оливковые. Поработали темными, поработали над контуражурами. Легко, без особой выявления формы. Теперь делаем оливковый цвет, просто добавляем в изумрудную с краплаком, добавляем в желтую. Вот и все. Кобальт. 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 Задник все-таки делаем помягче. Списываем все черные. нюансы много черных точек всяких надо это все обобщить так но как-то задник вроде как чуть сил желтый кобальт и работаем с передним потом еще мелкой кистью и и и и и и и и и у нас ограниченное то можно сказать что на кисти просто чуть чуть больше или чуть чуть меньше изумрудной желтой икроплака а когда учился делал диплом более скоростной способ по поводу этих мазков чтобы долго не ждать когда высохнет ну что когда существует уже к эта фактура набирать потом мазки следующий достаточно но проще намного я просто набрызгивал на холст водоэмульсионку веником потом ставил она пока высыхала она чуть-чуть как бы стекала и получилось такое приборе бой холст получился и высыхал очень быстро то есть на следующий день можно было спокойно приступать к работе а здесь набирать мазки на просто на холосте ну не то что тяжело вы чуть муторно хочешь этого эффекта добиться сейчас мы делаем там сидел форму у деревьев при этом при всем смягчаем т.к. а Продолжение следует... 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 Здесь свет должен быть наверху... Дерево придаст форму немного... Продолжение следует... 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 Так, ну к Вадим мы еще вернемся. В принципе, достаточно симпатично. Получается, теперь понятно, почему Клод Моне писал долго. Ну, в принципе, и хочется писать долго. Особенно, если у тебя сразу стоит несколько холстов. Подумать, подойти, прописать какой-то кусок. Или уделить внимание определенному цвету. Потом удойти к другой картине. Так. Теперь больше красного, желтого. Немножко травку напишем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У Клодо Мона и у Пассаро Такие были достаточно реалистичные лодки. То есть форму держали. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, поставим лодку. Продолжение следует... 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 Так. Красный, желтый. И белило. Но потом пройдемся какими-нибудь фиолетовыми. Чуть-чуть холодов запустить надо. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Идеальная форма должна быть. Но при сионизме это прощается. Смотришь такие кривые детали. Гених. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Захотилось мне этих девочек чуть-чуть прописать. Хотя это дело, как говорится, каждого. Смотришь на картины импрессионистов там вообще. Порой люди вообще не написаны. Так, две палочки черных, все, ножки уже готовы. Поэтому я говорю, что это мне просто в данный момент почему-то захотелось. Хотя это не так сильно важно. Видно, что кто-то есть лодки. Ну и мы их славно. Субтитры добавил DimaTorzok Так, одну мадаму написали. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Больше прописывать не буду, потому что это уже уже не прессионизм. Махровый реализм. Махровый реализм. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я молчу, потому что просто пытаюсь чуть-чуть прописать людей. здесь ничего такого особенного нет но все-таки они должны как-то жить тем более одну барышню написал значит надо и всех остальных тронуть какой-то центр какая-то завязка вот а да и ну а ну и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok